Привет, народ! Сегодня у нас будет рассказано и показано, как менять масло Влада Ларгус 1.6 восьмиклапанной. Для того, чтобы поменять масло, нам понадобится, конечно же, само масло. Использую Shell Helix Ultra 5W40. Завод рекомендует полую, вернее, синтетику Elf. Но дело в том, что я менял на Elf 5W40, и получается, что отъездивши 2000, масло очень быстро темнеет. То есть, если оно темнеет, оно теряет свои свойства, так называемо, окисляется. Так вот, а на Shell Helix Ultra я проезжаю 8000, и оно остается такое же светлое. Показатель это или не показатель, решать вам и выбирать самим, что и на что вы будете менять. Но на данный момент я остановился на Shell Helix Ultra. После нам понадобятся уплотнительные кольца для того, когда мы будем менять, для пробки заливной горловины. Они у нас идут медные полы, внутри резиночка. Ключ четырехграник для того, чтобы открутить маслозаливную горловину. Также паук, чтобы снять фильтр, если он будет тяжело сниматься. Это масляный фильтр. Тряпочка, чтобы вытереть какие-то там небольшие огрехи. Если мы где-то разольем, ключ, чтобы пауку. И фильтр Purflux. То есть, стараюсь пользоваться более-менее брендовыми составляющими. Потому что, как говорится, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. И, естественно, перчаточки, чтобы не вымазать руки. И одна перчаточка грязная, которая у нас пойдет в утиль. Она у нас будет одноразовая. Зачем она, я вам покажу позже. Но лучше, конечно, не такую, а взять обыкновенную резиновую перчаточку. Ну а теперь обо всем по порядку. Когда мы залазим под низ, мы видим, что у нас установлена защита поддона. Но технологически есть отверстие для пробка спуска масла. Еще забыл заметить, что нам понадобится некая посуда, в которую мы будем сливать масло. Мы ее установим здесь. То есть, получается, у меня становится тазик на доску закрывания ямы. Я откручиваю, пододвигаю и спускаю масло. Сейчас я постараюсь закрепить камеру. А мы ее вот тут поставим. Сейчас посмотрим, как у нас видон. Видон у нас нормальный. Мы немножко пододвигаем тазик. И когда начнем откручивать, мы его пододвинем полностью. Так вот, о той перчатке, что я вам говорил, грязной. Дело в том, что когда мы будем... Ну, в принципе, это не так страшно. Можно помыть руки. Вот. В резиной лучше. Когда мы будем откручивать и доставать пробку, то мы немножко выможем пару пальцев. Если какие-то... Ну, есть частюли, то вопросов нет. Им понадобится резина. Эта самая перчатка. Если нет, то не понадобится. То есть, мы все отживили немного. Да, все видно. Отживляем и начинаем откручивать. Нашей грязной рукой. Пододвигаем тазик. Сейчас смотрю. Да, вот такого плана мы подвинули. Ну вот, мы сменили ракурс и откручиваем пробку спуска масла. Конечно, ее можно кинуть туда в масло. Но дело в том, что копаться потом в масле мне не столь удобно. А когда вы откручиваете, вы ее просто поджимаете вверх, и масло так не текет. А потом вы уже почувствуете, что она уже соскочила. И вот так вот убираете. Как я и говорил, вот, мы вымазали два пальца, когда снимали крышечку. Все. Масло у нас стекает. Вот такого плана. Сейчас подождем, покуда оно стекет. А за это время мы открутим масляный фильтр. Масляный фильтр у нас находится немножко левее кожуха выпускного коллектора. То же, почему желательно работать в перчатках, это защита рук от грязи. А также, когда вы будете дотрагиваться до коллектора, он немножко горячеватый. Потому что мы приехали только с дороги, машина прогрета, коллектор горячий. Нам надо открутить фильтр. Вот он у нас находится. Дело в том, что зажимается фильтр от руки, но из-за того, что подлезть туда не совсем удобно, оказать нужное силовое воздействие на фильтр, чтобы он открутился, иногда немножко тяжело. Поэтому мы берем паук, которым будем откручивать. А также ключ. То есть, в эту сторону мы откручиваем, в эту сторону мы закручиваем. Закручивать фильтр, я еще раз повторюсь, вполне хватает от руки. А открутить фильтр не всегда засовываем. места тут, конечно же, ограничено у нас, сильно не разгуляетесь. Поэтому и камеру не совсем, конечно, удобно тут это показать. Но все равно я попытаюсь сделать от себя максимально возможно. кто-то скажет, мы это все знаем, как это делается. Ребята, кто знает, тот это видео смотреть не будет. Это естественно. Вот. А кто не знает, может, кому-то это будет интересно и полезно. Почему так, а не по-другому. Все, мы отпустили фильтр. Назад достаем. Паука, он нам уже больше не понадобится и ключ нам больше не понадобится. Также, когда вы будете откручивать фильтр, также, когда вы будете откручивать фильтр, вот, масло потекет по блоку двигателя. Но это тряпочкой все легко устраняется. Быстренько откручиваем. Чем быстрее вы открутите, тем меньше, разумеется, масло вытекет на блок двигателя. И достаем наш фильтр. Теперь мы вытираем то масло, которое у нас натекло. Сейчас я гляну, правильно я показываю. Вытираем то масло, которое у нас натекло. Вот. И после чего мы будем ставить фильтр. После того, как мы вытерли блок от масла, который у нас вытек в тот момент, когда мы снимали фильтр, мы берем новый фильтр и устанавливаем его. Открываем масло. мощно, хлопцы запечатали. Немного заливаем масло в фильтр. при наклоне, сейчас оно впитается, оно не вытекит. А также мы должны смазать вот эту часть, чтобы и закручивать было легче. Все. Смазали. Кто-то может сказать, я сейчас устанавливаю фильтр, это масло вытекет туда. Оно не вытекет, дело в том, что сейчас оно фильтр немного пропитает, вот сейчас оно фильтр пропитается этим маслом, и то количество, что я налил, даже при повороте оно вытекать не будет. Но масло будет находиться в фильтре. Сейчас я обратно снимаю пульт. Устанавливаем фильтр. Не совсем удобно, конечно, снимать видео. потому что подходы к фильтру ограничены. Вот мы его закрутили и зажимаем от руки. Еще раз повторюсь, что зажать фильтр от руки этого вполне хватает, для того, чтобы он не пропускал, но открутить потом из-за неудобного расположения фильтра уже становится проблематично. Все, фильтр мы установили. Сейчас мы берем нашу пробку, вытираем ее и берем новую прокладочку. прокладочка медная и внутри резинка. Не просто кусок медяхи. Вот этой частью, где прокладочка распилена, мы ложим вверх и закручиваем. За это время масло у нас уже стекло. Мы можем тазик отодвинуть. Вытираем, прилегая сюда, оно немножко капать будет, чуть-чуть, но ничего страшного в этом нет. Устанавливаем нашу пробку. Ключик зажимаем. Вообще все резьбовые соединения, которые находятся в машине, они должны зажиматься по регламенту. То есть определенное усилие в ньютонах, либо в килограмм на сантиметр, то есть использовать надо динаметрический ключ. Честно скажу, динаметрические ключи есть, но они находятся в другом гараже, поэтому сегодня мы будем зажимать от руки. Ну и совковые машины, они предназначены, ну я утрирую, конечно, для того, чтобы с ними работать грубо, четко, по существу. Поэтому мы сейчас возьмем небольшой вороток и с определенным усилием тут уже полагаясь на свои ощущения будем зажимать. Но не думайте, что это надо перетягивать, это надо затянуть достаточно, чтобы медная шайба у нас сплющилась, тем самым создала прилегание, чтобы не протекало масло. опять же в целях экономии времени. Вот, я взял ключ на 19 и немного поджал. То, что сейчас у нас капает масло, это то масло, которое стекло по блоку упало на защиту поддона и сюда стекает. Вот такую маслянистую картину вы получаете при замене масла, если вы не снимаете поддон. То есть масло оттуда стекло и сюда. Также на поддоне будет вот такой вот срач. Поэтому снимать поддон во время замена масла или не снимать, это уже решайте сами. Если вы, конечно, хотите, чтобы все было чисто, то вам надо было снимать поддон. Вот. Ну, по мне так в этом ничего страшного нету. Да, изнутри вымазался поддон, да, его в идеале надо снимать. Но я не хотел. Если вы хотите, чтобы изнутри поддон не был грязный, вам придется открутить раз, два, три, четыре, пять, шесть, всего лишь шесть болтиков на десять. Сложности в этом никакой нету, тем более вы сможете долезть для того, чтобы вытереть изнутри блок от масла, которое слилось от фильтра. И это будет более правильно. Действительно, это будет более правильно. Но у меня на данный момент нету времени, поэтому мне придется это все сделать по ускоренной программе. Все, теперь мы поднимаемся наверх и заливаем масло. Когда заливаете масло, желательно использовать импровизированную лейку, либо не импровизированную. Для того, чтобы в момент залития вы просто не случайно не заляпали маслом крышку головки блока. И все, начинаем заливать. Смотрим, что канистра у нас составляет 4 литра, поэтому мы должны залить 3 и 2 литра. Приблизительно так. Это ж надо заливать и еще смотреть на видео, попадает ли у нас в кадр. А вот видите, не попадало. вот сейчас вот попадает. Выберем ракурс. Смотрим, сколько у нас осталось. Еще доливаем. 3 залили, еще где-то вот так. Ориентировочно 3,2 литра. После чего мы закрываем крышку, заводим машину, она у нас немного поработает, вот, и дадим, заглушим, дадим ей остыну. Для того, чтобы масло осело и показало тот уровень, который действительно у нас есть. Все, идем заводить. фильтры закрутили, фильтры закрутили, масло залили, пробку закрутили, все это проверили, теперь мы заводим, машина, мы видим, что давление масла сразу же у нас погасло, вот, машина поработает буквально там 30 секунд, после чего мы ее заглушим, дадим какое-то время, там, 10 минут отстояться, и посмотрим реальный уровень масла. Ну, может быть, я что-то не помню, там уже 3,5 надо залить или сколько, поэтому я проверяю это. На станциях, конечно же, это все делается быстро, но мы делаем это все сами, своими руками в гаражных условиях. Если вам понравилось это видео, ставим лайки, следующее видео будет замена масла в коробке. Многие сталкиваются и читал на форумах, что когда машина прогревается, она постоит на месте. Сейчас закрою дверь. Но сейчас еще машина не нагрета. Когда машина нагревается, после длинной дороги вы постоите на месте, коробка нагревается, и в момент выжима сцепления слышен гул. Вот. Он похож как накрылся подшипник выжимной, либо это накрылась корзина, либо вообще первичный вал в коробке. То есть гул стоит очень сильный. Но полазив на форумах, все это лечится заменой масла. Поэтому следующее видео естественно будет о замене масла в коробке. Мы видим, что моя машина проехала, не знаю, видно, не видно, 30 тысяч. никаких нюансов по данному автомобилю у меня нету. Что по кузову, это ровно год. Что по подвеске. Ну вот, у нас прошло ориентировочно 10 минут. Мы достаем щуп, вытираем его. Масло у нас уже опустилось. Опускаем щуп. достаем и смотрим, что уровень масла у нас находится вот здесь. То есть 70% от этой части, то есть немножко не доходит до верхнего уровня. Масло Shell Helix Ultra, еще раз повторюсь, 7 тысяч светлая, как вода. Вот, эльфовская, уже через 2000 оно становится темное. Поэтому я и перешел на Shell Helix Ultra. Стараюсь менять масло через 7 тысяч. То есть мне это не накладно. Потому что 7 тысяч оно еще Shell Helix Ultra белое, прозрачно, и потом уже от 7 до 10 оно начинает немножко темнеть. Поэтому я меняю на 7 тысяч. с заводом заявлено 15 тысяч масла. Но дело в том, что когда вы покупаете автомобиль, новый автомобиль, у вас детали еще не притертые. И если вы первый раз масло поменяете через 15 тысяч, то оно и прирабатывается на масло большая нагрузка. То есть это нежелательно. Я менял в своей машине. Я ее купил в России, приехал в Беларусь. Это получилось где-то там 700 километров. Тут немножко по месту поездил и на тысячи уже поменял масло. После чего я поменял на Эльф, потом после пяти тысяч я поменял на Shell Helix Ultra и каждые 7 тысяч я теперь меняю Shell Helix Ultra. Но здесь каждый меняет на то же. Еще раз повторюсь, что он хочет и как он хочет. Все. Всего доброго. Подписываемся на мой канал. Если ты охотник, тем более подписываемся. Смотрим новые видео. Всем пока-пока.